Да, приветствую вас, Анатолий, приветствую. Приветствую, Хасай, был очень рад нашему сегодня знакомству, и я очень надеюсь, что у нас будет много тем, потому что мы оба болеем за, не побоюсь громких слов, за психическое здоровье нашей нации, которые под большим давлением находятся, и отдельно взятых людей, которые, я уверен, просто мы можем много пользы им дать, потому что мы знаем печальный опыт Китая, когда после карантина, к сожалению, количество бракоразводных процессов сильно увеличилось. Я думаю, что это только часть негатива, который в людях скапливается, потому что людям надо помогать, сам по себе человек, ему трудно себя организовать, потому что он привык все-таки находиться под внешним управлением, и это надо учитывать и беречь из-за этого людей, ни в коем случае не лугать. При этом там и подростки, и пожилые люди, и при этом там люди, которые вообще-то и к психологам там может быть негативно уже относятся, а есть, которые наоборот нуждаются в поддержке психологов, поэтому им в большей степени в этих условиях неопределенности нужны такие методики, которые их обучают быстро, навыкам, чтобы они сами себя могли регулировать. В условиях этой неопределенности, ожидания каких-то неприятностей, чтобы поддерживали свое настроение, эндорфин у себя включали вместо бутылки водки там, да? Вот вы, по-моему, занимаетесь этим, аутотренингом там или чем-то, да? Вы же психолог, как я понял, да? Да, я по первому образованию психолог, а по жизненному опыту управленец, поэтому я знаю и человеческие кластеры и каждого отдельного взятого индивида с разных точек зрения, так как я еще антикризисный управленец, я видел людей абсолютно в разных ситуациях, очень в разных, и понимаю, что в хорошем смысле не стадо виновата, а пастух виноват, если что-то происходит не так. Потому что мы несем ответственность. Ну, конечно. Дело в том, что нас постоянно учат, все от тебя зависит, возьми на себя ответственность и так далее, и так далее. Вот такой вот обман происходит обычно, когда человек в большей степени приучается к тому, что он сам виноват. А на самом деле тоже все-таки поровну. Тут и пастух, и овца. То есть, по существу нам надо бы вместе быть. И вы по управлению, вот вы кризисный управленец, что человек, если попал в беду какую-то экономическую или психологическую, вы же ему подсказываете, что не только сам он несет ответственность, но и ты должен нести, и начальник должен нести, но все вместе несут. Мы же все в одной лодке, правильно? Конечно, конечно, конечно. И спасибо, что вы им подсказываете. И не только я буду об этом подсказывать, но я на этом буду и настаивать. Потому что зачем? Вот большинство людей, вы знаете, там, статисты какие-то, социологи, рассказывают, что это 90-10 делят как-то по процентажу. Кто-то 95-5. Ну, даже не важно. Нам не так важны цифры, потому что по-настоящему их никто не проверял. Но важно, что есть небольшая часть в процентном соотношении, которой больше дано. Но это не повод гордиться, это повод брать на себя большую ответственность, большую заботу брать на себя. Поэтому, конечно, когда это меньшинство позволяет себе цинично говорить про большинство, что делайте сами, идите куда-нибудь там, ну и что-нибудь сами там. Это неправильно, нехорошо и это некрасиво. А вот возвращаясь к аутотренингу, который может, в принципе, сейчас из истории вернуться в современность, уже в современном виде. Но у нас есть современный ключ, чтобы человек быстро обучился навыкам саморегуляции по ключу. А вот, насколько я помню, аутотренинг с 30-х годов еще Шульц создал, он же мечтал о том, чтобы человек мог управлять своим состоянием сам, без всякой зависимости и помощи со стороны, от гипнотизера в частности. И он изучал, что испытывает человек в гипнозе, и ему рассказывали теплота, тяжесть, сонливость, дремотность, спокойствие. Он на это обратил внимание. И потом он другим людям это говорил. А вы представьте себе, тепло, тяжесть, дремотность, расслабленность. И у него аутотренинг превратился в то, что это стало санаторной или клинической практикой, когда человек расслаблялся, сидя в удобном положении, комфортном. Даже музыку стали включать, и это называли аутотренингом. А на самом деле, я, например, когда изучал людей, которые в гипнозе, я спрашивал, что они спрашивают, я обратил внимание на другие качества. Что я почувствовал, что человек в этом состоянии как бы лишен сомнений, комплексов, стереотипов, он находится под влиянием гипнотизера. Например, Райков всем внушал детям, ты гений, ты умеешь хорошо рисовать. И дети лучше рисовали, но мне не нравится гипноз, потому что нам нужен гипнотизер. И я поэтому, обратив внимание на то, что все-таки дети лучше рисовали после этого, я тогда подумал, а можно же научить человека ключу. То есть, чтобы он без всякого гипнотизера мог сам себе сказать, я гений, я могу лучше рисовать. То есть, снять блоки, снять зажимы и поверить в себя, и чтобы он сам мог. И надо было только научить его этому. Ну, я, собственно, этим занимаюсь. Поэтому аутотренинг старый, старый вариант, когда человек просто расслабляется. И аутотренинг сегодняшний, супер сегодняшний, потому что столько лет прошло с того времени, как шут с его замоком. Да, конечно, это разные немножко вещи. И поэтому, если мы с вами соединяемся в том, чтобы людям давать эту пользу, чтобы показать им, что они могут в условиях изоляции, за очень короткое время, буквально делать посекундные, дробные упражнения какие-то, которые раскрепощают, снимают нервномышечные зажимы, освобождают сознание от страха неизвестности, помогают человеку входить в творчество. Да, у нас уже появится огромный эффект того, что много людей, которые раньше вообще не думали о том, что они могут быть художниками, певцами, великими спортсменами, что они могут на самом деле использовать вот это карантинное время по секундным упражнениям, если правильно им это все объяснить, то они смогут из этого карантина выйти гораздо обогащенными и превратить этот минус в большой плюс. Как вы на это смотрите? Я на это смотрю положительно, потому что мы с вами уже согласуемся. Единственное, вы позвольте мне немножечко уточнение сделать. В какой-то степени по своим механизмам аутотренинг и гипноз как будто бы похожи. Но если позволите, я сравню гипноз с топором грубым, а аутотренинг со скальпелем, потому что гипноз действительно идет полностью в воля гипнотизера. Он делает из человека ведомого. В то время как аутотренинг при правильном подходе, который сейчас немножко забыт, а с вами согласен, он возникает согласованность. То есть вы не спите, вы просто в расслабленном, да, начало такое, расслабленное, приятное состояние, но мы с вами согласовываем. Если вы со мной согласны, то вы присоединяетесь к моим формулам, и возникает сотрудничество. Как только, вот я сам сторонник, исключительно сотрудничество. Если сознательность человека убирается, и ты упиваешься своей властью, то это позор психологу и консультанту. Вы правы абсолютно. Можно человеку что угодно вбить в голову, что он там гений, но это будет короткий срок, а отдача какая будет. А техника безопасности. Мы же вторгаемся в интимную зону человека, это некорректно, это нехорошо. Я вообще против гипноза. Абсолютно согласен. Я вообще принципиально против гипноза, потому что я много лет за этим занимаюсь, и я увидел и понял, что человек может все делать сам, без всякого гипнотизера. Он просто не знает, он просто не знает как. Да, ну, это первое. Второе. Дело в том, что если гипноз там обычно используют для лечебных целей, а Райков использовал для того, чтобы открыть у человека таланты и способности, то мы можем, обучая навыкам саморегуляции, сегодня уже, в 21 веке, да, одновременно, чтобы человек и здоровье себе поддерживал, одновременно и таланты свои открывал. Одновременно. Наконец-то. Ну, можно соединить два этих оздоровительного направления и творческое направление. Соединить в одно. И у меня, например, это уже соединено. У меня же школа теперь, человек будущего, хомофутурс. Там столько талантливых участников, и некоторые из них, которые по каким-то кризисным ситуациям вдруг перестали творить, перестали писать стихи или музыку, переживали депрессию. Вот был такой случай очень давно, очень давно. Это писатель известный, детективист, детективист, миллионные тиражи, да. И вот она мне сказала в свое время, ты знаешь, говорит, был такой момент, когда я писал от души, писал, каждый день писал, а потом стала популярной, стала популярной, и теперь от меня ждут, от меня ждут. И вот эта ответственность так навалилась на меня, кризисно. Эта ответственность так меня придавила, что все ждут, а я писать не могу. Ну, вот я тогда, мы с ней занимались, и после этих занятий она в своей книжке написала, что ей помог метод, потому что она снова открыла у себя, пройдя этот кризис, снова открыла. Я почему об этом случае рассказываю, что самые разные люди, занимаясь самым разным творчеством, может или восстановить у себя прежний пыл, и еще стать выше по качеству творчества, а могут открыть у себя новые качества. И вот в нашей школе «Человек будущего» Homo Futurus тоже люди этим занимаются, вплоть до того, что открывают у себя способности изобретателей, изобретают, а сегодня это очень важно. Потому что люди просто раньше не знали, что обычная мать, обычный человек, который в какой-то момент думает, где взять деньги, чтобы купить хлеба, на самом деле он находится в позиции изобретателя. Да, мы просто не знали. Очень оригинально. Да, 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 мы просто об этом не знали. Мы думали, а изобретатели есть изобретатели, шахматисты есть шахматисты, штангисты есть штангисты, педагоги есть педагоги. Оказывается, у всех есть общее начало. Общее начало – это согласование психических, физиологических процессов. Это же всё в нашем организме эволюции выработано миллионами лет. Как только человек со своим здравым смыслом и способностью любить, идеализировать, творить, попадает в ситуацию неопределённости, у него резко поднимается напряжение, и когда оно зашкаливает, как термометр, когда температура у нас поднимается выше нормы, у нас начинает трясти, у нас начинается сердцебиение, озноб, и мы начинаем себе планировать, что завтра будет ещё хуже, и накручиваем себя. Так вот, когда человек попадает в неопределённость, в неизвестность, разум и бездна, когда происходит, моментально происходит следственное напряжение до стресса, стресс – это транс, неуправляемый транс, и человек себя начинает накручивать, и его внимание сужается на ожидании негативного исхода ситуации. Он зафиксирован в этом трансе на ожидании негативного исхода ситуации. Или, например, вот плечо заболело, ножку свернул там, или палец ущемел. Да, да, да. Что начинает накручивать? Конечно. Это же неизвестность появилась. Совершенно верно. И точка концентрации, она, к сожалению, имеет негативную в данном случае природу. А раз негативная природа идёт отток энергии, в то время как точка концентрации, должен быть вход энергии, а это может быть только позитивное переживание. Правильно. Поэтому мы в нашей школе «Человек будущего» обучать людей, обучаем использовать стрессовое напряжение себе на пользу. Для мотивации. Да, 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 да. Себе на пользу. Поэтому те, кто в карантине сейчас, они могут, пользуясь нашей с вами помощью, выходить из этого карантина ещё в лучшем состоянии, чем были, и даже омолодиться. То есть, сделать перекодировку верного напряжения, чтобы оно работало на человека. На человека. Вот, я так рад, что вы мне позвонили, я так рад с вами познакомиться. Я тоже. Да, и мы с вами, я так понял, планируем пару таких встреч для всех. С удовольствием. С удовольствием. Мы, наверное, ещё сотую часть не сказали, но не будем злоупотреблять вниманием тех людей, которые будут на нас смотреть. Это только начало нашей с вами сотрудничества. Благодарю вас. Благодарю. И мы через пару дней опять встретимся, да? И опять поговорим. Знаете, разрешите фразу в конце сказать. Знаете, книга книг говорит следующее. Не собирай богатство, не собирай денег, а собирай людей. Я именно счастлив, что я сегодня вас увидел. И я просто испытываю огромное духоподъёмное состояние. Благодарю вас. Спасибо вам огромное. А я хочу сказать ещё, что помочь себе мы можем, только когда мы все вместе. Спасибо. До встречи. До встречи.